привет друзья с вами опять шадрин и сегодня меня попросили побеседовать с вами о вопросах психологии физиологии восприятия искусства это на самом деле очень серьезный разговор потому что вопросы восприятия нашего зрительского отношения к произведениям искусства обросли таким количеством мифов несуразец небылиц благоглупости откровенных вымыслов что но в самом деле стоит в этом вопросе раз и навсегда поставить точку и больше уже не поддаваться на мелкие и не всегда так скажем ответственные провокации безответственных экскурсоводов но вы уже чувствуете что я сегодня буду много наезжать на экскурсоводов да не все экскурсоводы одинаково плохи нет но среди них встречаются персонажи которые пытаются навязать нам представление об искусстве такое какое удобно им для того чтобы зарабатывать себе на жизнь в общем их можно понять с одной стороны а с другой стороны мы имеем полное право этому противостоять что мы можем противопоставить манипуляции в отношении нас совершенно верно знание и четкое понимание того о чем идет речь нам будет непросто некоторые вещи прозвучат неожиданно но одна из задач сегодняшней нашей встречи это освободиться от благоглупостей коими буквальном смысле слова на фаршированы наши мозги в отношении искусства и так приступим прежде чем говорить о восприятии искусства логично и правильно разобраться с тем что такое художественное произведение и что такое художественный образ что такое произведение искусства и что такое художественный образ. Потому что, не разобравшись с этими фундаментальными вещами, как мы можем тогда с вами говорить о восприятии? Здесь есть разные подходы. Можно взглянуть на проблему с позиции здравого смысла, можно взглянуть на проблему с позиции традиции, общей европейской, общей цивилизационной традиции, а можно взглянуть на проблему с позиции народной молвы и домыслов. Мы с вами рассмотрим вопрос с трех точек зрения, с трех перечисленных точек зрения. Вначале общеевропейское, общекультурное представление о том, что есть художественный образ, что есть художественная сфера и что есть искусство вообще. Предоставим слово Питеру Гринуэй, замечательный режиссер, замечательный артхаус-режиссер, который нам известен по фильмам «Зет и два ноля», повар, вор, его жена и ее любовник. Это блестящие картины. Но я покажу вам отрывок из документальной ленты. Из ленты «Рембрандт я обвиняю» в ней Питер Гринуэй выступает не просто в качестве режиссера-документалиста, но и с претензией на решение серьезной искусствоведческой задачи. Не скрою, я считаю, что Питер Гринуэй с этой задачей не справился и что он полез немножко не в ту сферу, которой он является профессионалом. Но при этом многие и многие рассуждения в этой картине несомненно ценны и, на мой взгляд, абсолютно правильны. Как всегда, история и время становятся зыбкими, краски сгущаются, смысл любого объекта или события искажается, меняется. Особенно это касается картин, и уже тем более это касается величайших полотен, которые помогли сформировать наш взгляд на окружающий мир и наше место в этом мире. Мы смотрим на этот мир глазами творцов образа. Так уж получилось, что на протяжении почти двух тысяч лет это были преимущественно художники. Большинство людей не являются визуалами. Почему должно быть иначе? Наша культура основана на тексте. Нас самого детства учат больше доверять написанному, нежели изображенному. Наверное, отчасти поэтому наш кинематограф так скуден. То, что человеку даны глаза, не значит, что он может видеть. Большинству из нас суждено быть ограниченными словом. С детства, когда нас заставляют учить алфавит, минуя юность, когда нас учат обогащать свой словарный запас, вплоть до самой зрелости, когда мы постоянно оттачиваем свое искусство общения посредством слов. Но есть среди нас тени многие, кто столько же времени, терпения и знаний, затрачивает на чтение не текстов, но живописных полотен. Наша искушенность вообще не основана на слове «устном» и «письменном». Может быть, именно поэтому толкование образа в нашей культуре столь непопулярно, убого и однобого. С Питером Гринуэем, как я уже сказал, можно во многом согласиться. И тот отрывок, который был представлен вашему вниманию, на мой взгляд, ценен очень серьезными и здравыми рассуждениями о европейской культуре, о европейской цивилизации вообще и о приоритете логоса в нашем отношении к жизни. Вот примат логоса, он богом данность, если угодно. Предлагаемое обстоятельство, как принято говорить, с этим приходится считаться. Считаться в том смысле, что если какую-то мысль мы с вами можем высказать словами, мы ее выскажем словами. Но существует категория мыслей, как говорят ученые, невербализуемых, которые невозможно облечь в словесную оболочку. Вот в этом случае мы прибегаем к художественному языку. Мы прибегаем к языку образов. И ниже нам предстоит дать определение изобразительного искусства. Но прежде хотелось бы обсудить химеры, с ним связанные. И одна из химер как раз очень хорошо обыграна и обсмеяна вот этим человеком. Узнаете, кто это? Совершенно верно. Фридрих фон Шиллер, который в свое время написал бессмертные строки. «Делись со мною тем, что знаешь и благодарен буду я, но ты мне душу предлагаешь, на кой мне черт душа твоя». Вот эта мысль Шиллера в переводе Лермонтова, она в пух и прах громит общебытовую точку зрения, будто бы искусство – это способ трансляции эмоций. Даже не трансляции, а употребляют такое слово «передача эмоций». То есть, к великому сожалению, большинство из нас искренне полагает, что художник передает свои чувства зрителю. При этом почему-то нам не приходит в голову то, что нам нет ни малейшего дела до чувств художника. Да кому, собственно говоря, из нас есть дело до чувств другого? Нас интересуют только собственные эмоции и собственные чувства и собственные ощущения. Давайте называть вещи своими именами. Мы ведь собрались с вами для того, чтобы называть вещи своими именами. И вообще имейте в виду, дорогие друзья, слово «передача» в искусстве табуировано. Вернее, не в искусстве. В искусстве вообще почти нет слов, ибо это язык образов. Собственно, зачем образы, если что-то можно выразить словами? Но в искусствознании это слово табуировано. Ни один уважающий себя искусствовед, ни один серьезный исследователь в сфере искусства не станет употреблять слово «передача», потому что никакой передачи в искусстве не существует, в изобразительном искусстве не существует. Существуют другие процессы, существует выражение, существует высказывание, художественное высказывание, но не передача. Это нужно очень четко понимать. Мне бы хотелось все-таки, прежде чем мы дадим четкие дефиниции и определим искусство, его цели, задачи и, соответственно, позволим себе перейти к разговору о восприятии произведений, мне бы хотелось бы проиллюстрировать вам ряд таких, ну, если угодно, кондовых химер с искусством связанных, причем и распространяемых подчас очень серьезными людьми. Узнаете, да? Произведение. Знаменитые Ван Гоговы ботинки его голландского периода творчества. Вы помните, что у Ван Гога очень коротенькие периоды творчества, и голландский период не исключение, он длился всего лишь три года. Вот что по поводу этих ботинков, вот что по поводу этих ботинок пишет философ Мартин Хайдеггер. Умнейший человек, образованный, знающий, но тем не менее попавшийся в силки бытовых мнений, так скажем. Эта картина коричневая, серая, зеленая, пишет Хайдеггер. На ней пара заношенных ботинок деревенского жителя больше ничего. Никакого фона, никакого пространства, никакого горизонта. Неизвестно, где же находятся эти ботинки. Они просто среди нас. Ими занято все пространство картины. Они старые, потрепанные, загрубелые, деформированные, местами рваные. Спутанные шнурки свисают. Это все. Но присмотримся ближе к пятнам теней, являющихся здесь внутренностью глинищ. И вот перед нами размеренные, тяжелые и уставшие шаги. Взглянем на затвердевшую, ссохшуюся кожу. Это все плодородие черной тучной земли. Посмотрим на изогнутые подошвы. В их немой неподвижности звучит зов широких полей, монотонных борозд, по которым во время посева ступает человек. В паре ботинок здесь помещается каждодневная забота о хлебе насущном. Морозные рассветы, жаркие полдни, вечера в ожидании бури. Здесь едкий пот, вся деревенская жизнь, вся земля со своими невзгодами, покоем, силой и достоинством. Здесь тот же целый деревенский мир тяжелой усталости и радости. Как поэтично, да? И как пафосно. Ну, я немного паясничал, как вы заметили, в своей манере. Но я это сделал специально, дабы подчеркнуть интонационно то, что все вами услышанное. Головокружительная чушь и полнейшая галиматья. Почему? Ну, вот нам сегодня с вами предстоит это понять. Но перенесемся из очаровательной Голландии в Россию 19 века. Узнаете? Совершенно верно. Тихая обитель. Исаака Ильича Левитана – абсолютный шедевр пейзажного искусства. На живом классе, посвященном творчеству Исаака Ильича Левитана, мы говорили многое об этой картине и, в частности, о том знаменитом заблуждении, которое позволил себе Антон Павлович Чехов. История вопроса такова. Вы знаете прекрасно, что Чехов был дружен с Левитаном. Вы знаете, что в определенный период жизни Исаак Ильич был близок с Софьей Петровной Кувшинниковой, замечательной женщиной, которая, правда, бросила мужа своего ради Левитана. Потом к мужу вернулась. Но она такая экзальтированная дама, вместе с тем верный друг, видимо, пылкая возлюбленная. Она была в тот период, когда Левитан был дружен с Антоном Павловичем Чеховым, рядом с Левитаном. Из нее, Софьей Петровной Кувшинниковой, Антон Павлович, ничтоже сумнясь и ничтоже боясь, срисовал свою попрыгунью. Ну, писателя, вот они на то и писатели, что, не задумываясь, берут персонажа и делают с ним, что хотят. Не задумываясь, имеется в виду о последствиях. По попрыгунья вообще ведь мало симпатичный женский образ. Но Чехову как-то было все равно. А что сильно задумывался Александр Сергеевич Пушкин, когда создавал образ Сальери в «Маленьких трагедиях». Ему было, в общем, наплевать на то, что он ошельмовал имя порядочного человека. Ведь на самом деле Сальери был хороший мужик. Он не был столь талантлив, как Моцарт. Ну, кто б спорил. Но он преподавал и он воспитал целую плеяду замечательных музыкантов. И зря получилось так, плохо, что так получилось, что Сальери сегодня стал именем нарицательным и употребляется всегда в отрицательном смысле. Сальери – положительный герой европейской истории, дорогие друзья. Точно так же, как Софья Петровна Кувшинникова – положительный герой русской истории. Разумеется, Левитан взъелся совершенно в праведном гневе. На Чехова хлопнул дверью, и они расстались. Несколько лет к ряду Чехова уговаривали, что ему, ну, будь ты умнее, будь ты терпимее, ну, помирись ты с ним, ну, художник, ну, обидел ты человека, ну, что ж, так сложно, что ли? Ну, вы же знаете, гордыня превыше всего. И просто так пойти на мировую, протянуть руку и сказать, знаешь, я был неправ, ну, это запредельно. Однако Чехов нашел хитрый способ. Он пишет повесть Юлия, и в этой повести, в частности, есть такие строки. К чему я все подводил-то? На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик. На том берегу тропинка, исчезающая в темной траве, поле. Потом справа кусочек леса, около него костер, должно быть, ночное, стерегут. А вдали догорает вечерняя заря. Юлия вообразила, как она сама идет по мостику. Потом тропинкой, все дальше и дальше, округом тихо, кричат сонные дергачи, вдали мигает огонь. И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка, которые протянулись по красной части неба и лес, и поле, она видела уже давно и много раз. Она почувствовала себя одинокой и захотелось ей идти, идти, идти по тропинке. И там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного и вечного. Как это хорошо написано, проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдруг понятна. Посмотри, Алеша, замечаешь, как тут тихо? Прочел ли Исаак Ильич Левитан эти строки? Да бог весть, может и прочел. Может, Софья Петровна там подсуетилась, подсунула ему, чтобы он, так сказать, об этом узнал. Но в любом случае, великий художник не отреагировал на попытку примирения такую окольную со стороны великого писателя. Почему? Как вы думаете, почему? Ну, вы уже догадываетесь по предыдущему комментарию. Да потому что это полная ахинея, то, что я вам только что прочел. Никакого отношения к восприятию произведений искусства, вот эта чепуха не имеет. И, разумеется, на Левитана она произвести впечатление не могла никакого другого, окроме отрицательного. И вызвала, вероятнее всего, просто лишь дополнительное раздражение. Мол, мало того, что ты оскорбил мою женщину, да ты еще чушь всякую несешь о моих картинах. И это было бы совершенно справедливой реакцией. Потому что, как верно заметил, блестящий искусствовед и неплохой художник Александр Николаевич Бенуа, ну, это тот самый, который сорганизовал мир искусства, да, он возглавлял компанию, вместе с Дягилевым возглавлял компанию мир искусников. Писатели абсолютно ни черта не смыслят в визуальных искусствах. Ничего не понимали ни в живописи, ни в скульптуре, ни в архитектуре. Ни наше все Александр Сергеевич, ни чудаковатый Федор Михайлович, ни чуть не менее чудаковатый Лев Николаевич. Вот абсолютно ничего. Они со своей, простите мне это выражение, литературной заточкой в отношении изобразительного искусства несли такую галиматью, такую ахинею, какую я позволил себе скромно процитировать. Я уж не хочу, так сказать, растекаться мысью по древу и углубляться в этот вопрос. Но проблема наша с вами заключается в том, что авторитет-то давит. Ну, Толстой, Толстой, ну это ж не фунт Июмова, это Толстой. И их мнения, они настолько закрепились в нашем понимании правильного и неправильного, в нашем представлении о том, как нужно вообще воспринимать произведения архитектуры, скульптуры и живописи. А от себя добавлю еще и градостроение, как пространственного вида изобразительного искусства. Я эту позицию доказываю на курсе по национальному искусству. Сейчас об этом не будем подробно рассуждать. Что же нам с вами делать? Как нам освобождаться от этого культурного давления? Ведь оно же очень-очень сильно. Ну как? Дорогу осилит идущий, нудится царствие небесное, и нужницы восхищают его, что в переводе на нормальный язык означает, ну вот кто трудится, тот и достигает цели. Вот я сейчас покажу вам фотографию. Что на ней? Совершенно верно. На ней звездная ночь. Обыкновенная звездная ночь. Вероятнее всего южная звездная ночь, потому что звезд очень много, воздух очень чистый, видны туманности. Ну и нельзя сказать, что эта фотография плоха, она найдена мною где-то на просторах всемирной паутиной. Первая попавшаяся приличная звездная ночь. Для чего я вам ее показывал? К тому, что у нас на экране изображение звездной ночи. Но не более того. Эта фотография не является художественным произведением. Почему? Потому что в ней отсутствует какое бы то ни было художественное высказывание. Принципиальная разница между художественным произведением, а нас интересует сегодня восприятие художественных произведений, и изображением состоит в наличии в художественном произведении художественного высказывания. Состоит в воспроизведении идей, невоспроизводимых, никаким иным способом, кроме художественного. Никаким иным способом, кроме изобразительного. И вот догадываясь, о чем сейчас пойдет речь, а речь пойдет вот об этой знаменитой картине Ван Гога «Звездная ночь», что хранится в МОМА. МОМА – это музей модернизма в Нью-Йорке. Museum of Modern Art. Не музей современного искусства, а музей модернизма, имейте в виду. Нам предстоит понять вещи, которые в общем-то самоочевидны, но которые в силу давления литературы на наше восприятие оказались для нас, к сожалению, не очевидными. В фотографии, которую мы видели, нет художественного образа, потому что в ней нет художественного высказывания. И вот тут мы с вами подходим к определению того, что зовется изобразительным искусством. Очень много всяких умных слов написано в разных книжках, в разных справочниках и в Википедии в том числе. Но я даже не хочу приводить эти цитаты. Они и без меня вам хорошо известны. Я считаю своим долгом дать четкое и внятное определение изобразительного искусства, которое закроет огромное количество проблем с этим связанных. Искусство, дорогие друзья, изобразительное искусство, но прилагательно изобразительное, я опускаю из экономии речевых ресурсов. Искусство, дорогие друзья, это разговор человека с человеком на языке образов, запятая, когда слова бессильны. Это разговор человека с человеком на языке образов, когда слова бессильны. Если некую мысль можно выразить словами, мы не прибегаем к образам. Мы так устроены. Мы, homo sapiens sapiens, в отличие от наших собратьев, умерших неандертальцев, не пользуемся образами, если какую-то мысль можем выразить словами. Следовательно, к художественным образом мы прибегаем тогда, когда слова нам помочь не могут. Ван Гогу они помочь не могли. Именно поэтому он и создал это гениальное произведение. Почему оно гениальное, мы с вами поймем чуть-чуть ниже. Но посмотрите, какова разница между тем, что на экране у Ван Гога и фотографией «Звездной ночи». И вот тут уместно воспроизвести еще одну народную благоглупость и искусствоведческую, и самое главное, экскурсоводческую благоглупость, которая звучит так. «Я художник, я так вижу». Ничего подобного нет и в помине. Какой видел Ван Гог «Звездную ночь»? Разумеется, вот такой. На темном, синем или там лазоревом небе белые точки звезд. Вот таким он видел. И не нужно думать, и будет, ну, абсолютной ошибкой полагать, что он видел ее так, как он ее изобразил. Нет, конечно. Конечно, нет. Он изобразил ее вот так, потому что, первое, никакой «Звездной ночи» Ван Гог не изображал. Он никогда не ставил перед собой задачи создать изображение «Звездной ночи». Для этого даже тогда существовала уже фотография, ибо появилась она в 1838 году. Ну, на самом деле фотография появилась в 470-м до Рождества Христова. Но светочувствительный сенсор Луи Жакман де Даггер запатентовал в 1838 году. Нет, дорогие друзья. «Звездная ночь» для Ван Гога – это способ высказаться. Это способ высказать мысль, которую высказать словами очень трудно. Но вот в данном случае мы все-таки сможем эту мысль озвучить. Ибо «Звездная ночь» Ван Гогова, она легко переводится на язык слов. Прочие образы, другими художниками созданные, крайне тяжело перевести на язык слов. Ну, практически невозможно. А «Звездную ночь» возможно. И переводится она так. Это редкий случай, подчеркиваю. «Звездная ночь» – это лик Вселенной. Вторая мысль, следующая за первой – Вселенная живая. Вот эти две мысли в образах, поэтических образах высказывает Винсент Вильям Ван Гог в 1889 году в Сен-Реми. К тому времени он уже стал Винсентом Вильямом Ван Гогом на французский манер. Это лик Вселенной и Вселенная живая. Как эту мысль он смог высказать? Очень просто. Казалось бы, ты вместе с тем поди выскажи. Но эту идею он закодировал в произведении. Именно закодировал. А мы эту мысль декодируем. Хочу особо подчеркнуть. Кодирование не тождественно шифровки. Он не Штирлиц. Он никакую шифровку в центр не отсылал. Но высказавшись на языке, отличном от языка слов, то есть на языке образов, он эту мысль закодировал. А мы с легкостью ее декодируем. За счет чего возникает художественный код? За счет того, что в изображение вносятся колоссальные искажения. Посмотрите внимательно. Звездная ночь Ван Гога не имеет ни малейшего отношения к изображению звездной ночи. Но где вы видели огромные желтые звезды, огромную желтую луну и туманности в виде вот таких вот водоворотов? Нет, конечно, ничего этого нет в реальности. Это колоссальные силы искажения. Но именно оно и кодирует смыслы, невоспроизводимые никаким иным способом. Изобразительное искусство воспроизводит смыслы, невоспроизводимые никаким иным способом. Смыслы, дорогие друзья, а не эмоции. Эмоции могут возникать под воздействием произведения искусства. Очень часто мы идем в художественный музей, мы идем в галерею для того, чтобы возбудить в себе эти эмоции. Такая своеобразная душевная мастурбация, которая, в общем, оправдана биологически целиком. Но мы должны очень четко понимать, нам никто ничего не передает. Нас провоцируют, нас подхлёстывают, нас стимулируют, употребляя латинский термин. Смыслы воспроизводятся именно за счет того, что искажается натура. Именно за счет того, что трансформируется изображение. И чем изощреннее такая трансформация, чем умнее такая трансформация, тем большее впечатление производит на нас произведение искусства. Но не обязательно, что это впечатление эмоциональное. Оно может родить эмоции. Причем это еще зависит от того, какой в тип нервной системы. У рецепиента, так скажем, сейчас на Западе модно такое словечко перцептор. Человек воспринимающий. Вот раньше говорили зритель, а сейчас немножко по-другому. Перцептор. Человек воспринимающий. Потому что многие произведения мы воспринимаем не только через зрительный анализатор, не только зрительной системой, но и слухом, вкусом, обонянием, осязанием и прочее. Таков тренд современного искусства, но не об этом сейчас речь. Итак, дорогие друзья, мы должны отбросить все те штампы, все те благо глупости и неблаго тоже, которые навязала нам современная культура. Как у любой культура, культура есть проявление адаптации человека социального к внешней среде, есть и свои издержки, свои издержки адаптации. И вот эти издержки были нами перечислены. Но причем заводят они нас очень далеко. В такие дебри, из которых потом не выбраться. Каждый из нас проходил через вот это неприятное совершенно положение, когда ты приходишь в художественный музей на выставку, смотришь какую-то репродукцию и не понимаешь, что хотел сказать автор. А знаете, почему мы не понимаем, что хотел сказать автор? Да потому что он ничего говорить не собирался. Потому что художественное произведение транслирует образные смыслы, а не вербальные. Скажу больше. Художники не закладывают в произведение никаких символов, которые потом надо расшифровывать. Это непосильная задача для зрителя. Но самое главное, что это непосильная задача для художника. И потом, простите, вам никогда не приходило в голову, а кто заплатит за эти шифры и дешифровку? На что рассчитывал бы дурачок-художник, который пытается напичкать свое произведение всякими разными тайными символами в расчете на то, что потом продвинутый зритель их тайно расшифрует? Рассчитывать ему не на что, дорогие друзья, потому что зритель ни черта не поймет. Потому что символы – это то, о чем договариваются заранее. Что значит «договариваются заранее»? Это значит, что зритель должен быть погружен в тот же самый культурный контекст, причем полностью и так же, как сам художник. Такое, конечно, бывало в истории и довольно много, но художники, тем не менее, давным-давно отказались, если вообще когда-либо и пытались заключить в свои произведения хоть какие-то, пусть самые простые символы. Нет. В произведениях искусства находятся образы. Образы, которые воспроизводят смыслы, невоспроизводимые словесно, невоспроизводимые никаким иным способом. Вот теперь, когда мы определились вообще с понятийной базой, когда мы определились с тем, о чем мы, собственно, говорим, вот теперь мы имеем моральное право и возможность переходить к разговору о восприятии произведений искусства, о восприятии образной речи, о восприятии смыслов, заложенных в художественный образ. Еще раз подчеркну, не эмоций, а смыслов, заложенных в художественный образ.